а если их разломать что там внутри кровь это вот такие клещи у патрика это ты где их нашел у него на шее больше нет нет ну два нашел но вроде бы больше нет и лапки смотри шевелятся и раз такие вижу зарубить их топором я вот только не понимаю я голову выкрутил или нет вроде бы вон на месте он непонятно так они давно уже просто сидят они уже много крови на перец поэтому они такие раздутые они вот такие маленькие цепляются и потом вот это они разрастаются видимо вот такие потому что я и маленького таких вытаскивал у него ладно рушончик избавляйся от них пожалуйста просто только не просто так выкидывай хорошо молоток держи ой аккуратно что дает больше оперил я вот не помню говорю нет не помню для всех кто переживает что пол не будет разбираться в тапочках крысли выходи макс он у нас так плачет последнее время держи макс где папе 4 муки по муку макс да чё то что плачешь Что ты ушки поджимаешь? Так, вот для чего используете уголки, поперечины делаю, и еще вот сюда по периметру, и получатся вот такие маленькие небольшие квадратики, вот типа вот как вот здесь, раз, два, три, вот и не придется стелить доски предварительно, и давление получается, такой маленький квадратный, как раз, грубо говоря, одна нога вот встает, и опора, ничего не провалится, все будет крепко и надежно, плюс еще две периодики будут держать. Друзья, но если я провалюсь, я вам обязательно это, я надеюсь, я хрестинку свистну, она заснимет. Если случится, конечно. Нет, этого не случится, я же так уже вижу, тем более сплошной лист, только если нога сплошную, через него пройдет, правильно? Нет, здесь же у меня, видишь, как все рассчитано, вот смотри, где, я же не просто так расстояние вымерил. У Дианки кашляет. У Дианки кашляет. У Дианки кашляет. Рушан, Рушан. Время три часа ночи, Рушан не дает никому спать. А? Всех соседей разбудил, вон смотри, свет горит, пришлось вставать. Ну а что делать? Из-за тебя. Да шучу, друзья, время только у нас десять, соседи еще не спят, и мы потихонечку работаем. Макс скучает, лежит. Бегать ему хочется. Угу. А мы не даем, да? Угу? А мы не даем? Да нет, он не может так бегать, как Патрик. А не, допустим, когда бегает, он ябро уступает во многом Патрику. А, этот за ним, еле-еле. Да, Патриот? Ну ладно, все, продолжаем работать. Че? Шо ты? Палишь контору. Семьдесят один с половиной. Почти уж заканчиваю. Чего такая большая дверь? А сколько дверь, кстати? Семьдесят три. В этот момент оставь, потом вдруг я забуду какая дверь, когда я на видео посмотрю сколько дверь. Угу. А сколько я здесь говорил? Семьдесят один с половиной. Все вот, все в поперечинах, все в перегородках, соответственно, упор очень маленький получается, где вот как раз таки мы будем ходить. Угу. Сколько погасло? У меня батарейка моргает. Сейчас вот вот сядь. Вот. Где вот мы будем ходить, везде упоры, поэтому все будет нормально. Мы худенькие, я думаю, нас выдержит. Вот. То есть, здесь говорю, здесь самое-самое страшное, это когда что-то якобы вот рухнет пол, потому что провалиться вот так, это точно не провалишься. Потому что, ну, на один квадратный сантиметр вес он распределяет. Это не страшно. Потом, это единственное, знаешь, как бы если взять, допустим, вот, вот есть кузнечики были такие, раз встаешь, вот если всем весом встать и вот так прыгать в одну точку, тогда еще, может быть, появится дырка, но ни в коем случае не рухнет, не провалится и нога едет. А если вниз вот так упасть, ну, блин, тут уж извините меня, не слоны тогда, вот что здесь пойдет? Здесь вон три швеллера идет. А про пол расскажи, из чего он сделан. Чем-то застилать будешь? А, это этот. ОСБ, я все путаю, ЮСБ еще хочу назвать. ОСБ. Кстати, по плотности ОСБ, по плотности. Прочнее, чем даже, мне кажется, этот LDSP будет, потому что здесь все-таки хорошо склеено. ОСБ это влагостойкая, с обеих сторон она пропитана. Был с одной стороны только, а мы взяли с двух сторон. Да, он двухсторонний, он такой гладенький. Сейчас я посмотрю, это в мои соображения, сейчас я постелю, обрежу. Где-то, может, если еще что-то останется, скорее всего, буду еще вторым слоем проситать. Потому что у нас два листа. Вот. Где-то, может быть. А так все нормально. Сейчас сантехнику буду переделывать. А, я думаю, у вас сантехнику будешь звонить. Ага, конечно. Ох. Я вот, правда, несколько раз туда не улетел. Стоишь по привычке, и нога ушла. А так все, guten, guten Tag. По-немецки все будет хорошо у нас. А, так. Где ножка? Папа хорошую ножовку купил? Ага. А? Ну. Пилит хорошо. Подгончик такой. Может, и штановая она еще не затупилась. Да нет, здесь зуб хороший. Затупиться она уже затупилась. Рушан уже в подполье ушел. Подполье. Что ты там делаешь-то? Канализацию. Ой, как? Канализацию. Ну да, запах здесь такой хороший. А что ты, как его пролез-то? Да, как его, не знаю. Схуду ломалась. А то на полынтый карандаш не выглядит. Так, он у тебя был красненький. А, вот он. Держи. Так. Сейчас хоть подмечу. Так, блин. Что еще? А здесь у меня пролезет? Ой, чего ты там наловил на рукав, Рушан? Убери вот эту траву сразу. Смотри. О, гадина. Она собирается потом, блин, ее замучаешься. Убирайся. Ой, 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 ой. Кристина! Кристина, воду выключи. Рушан сказал не включать. Рушан сказал не включать. Ага. Сейчас чуть-чуть мелочи. Так. Подсоедини мне болгарку. Ага. Куда? Вот. Вот. Все. Рушаньceu. Убираю. Рушань. ・ А Макса нашел? Нашел Где он был? Ну, как всегда У своей любимой Серьезно, опять там? Ты же сказал, так заложил, что он больше не пролезет Он смог между воротами пролезть Вот дает А как потом проверить, что там ничего не течет Когда ты пол заложишь И унитаз поставишь И мы смоем его А, Решан? Или это до этого проверяется? Проверяется Ну, хорошо Есть масло? Дай мне масло немножко Растительное? Да Короче, на хозяйничке нам здесь мышь Посмотрите, что сделала Это мука уже на выброс Да, она пакет сжала, можно сказать Надо куда-то повыше Пока мы ее не поймаем Вот жрет, что нам нужно Лучше бы жрала, что не нужно Мусор там стволов собирал Меха сколько, смотрите Мух там дохлых Чтобы хотя бы польза какая-то была А то вредительством занимается Ну, я сама у нее увидела какахи Поэтому сюда Вот этот кушидуршан сюда Чего бы притащил-то? Не знаю Конечно, это кулика Они разносчики инфекций Его выстави туда, в коридор А то выброси в этот кувшин Можешь потереть, Джен? Да, терли уже Желаем По одному как раз все Мне много не надо Для волшебную палочку Располняет Желаем Для всех же надо попросить Вот сюда написала подписчица Что полочки какие-нибудь сделаны Ну, как я поняла Между входной и вот этой дверью Но, да, мы планируем дверь ставить Если она Эта дверь только так А, не, хотя, смотри Она открывается, да? И потом дверь будет же подлиннейше И будет постоянно биться И поэтому пока никак Пока мы двери не поменяем Сюда, знаешь, не полочки делают А вот эти же продаются Какая, переносная полочка Поняла, да, такая Ну, тогда еще можно было Дверь поменяем А там уже будем смотреть Откуда там уже? Да, там уже будем плясать Что лучше там поставить Приделать А пока пусть так у нас Так что спасибо большое За подсказочки Дерека кормила? Ну, он кашу доел Вот не ложишь, он дойдает Понимаешь? Сейчас положу Мух у нас-то сколько? Не, ну сейчас поменьше Мух Куда можно эту муку убрать? Где мыши наводятся в этом доме? Где мыши не водятся в этом доме? Не знаю, может поставим пока туда наверх Или на холодильник? Да, рухнет Думаешь, что рухнет? Давай тогда на холодильник Мух, естественно, по стенам лазают, нет? На чем? По стенам Я не знаю Я с мышами первый раз столкнулась Про мыши еще ничего пока не знаю Ну, заметь, Рушана траву накидала Она что-то при это Притухла там, да Потому что тишина какая-то В это время она уже вылазит Шуршит А сейчас что-то тихо Может все-таки уже все? Хана ей? Ну, с другой стороны жалко мышку Конечно Надо было себе в клетку ее взять И кормить ее там Чего она мою муку съедает? Ну, да А Дианка, кстати, говорила Мышкой пахнет Мышами пахнет Я говорю, нету чего Какашек нету Значит, потому что мышки с собой какашки оставляют Кажется, я с коней смотрю, появились какашки Угу Офигеть Посмотри, везде какашки Как моих хомяков Прямо Ну, они везде от моих хомяков Имею в виду такие же Пока будем на холодильник все заставлять Прости, Рушанчик До сих пор текет? Ну, да Так я там сидел Это не я, это Кристинка опять Второй раз ЧП устроила Это твой чай будет Сама с каналеме чая Воду не включай Ну, я не включал А выливать можно, да? Она сама сказала Ну, здорово получается Смотри, как красиво Угу Только вот здесь вот снизу что делать? Я думаю, вот эти не будем застелять Обратно, просто смотрите, какие они грязные Мы их не отмоем Они все в том самом Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу Да, мне тоже неприятно Ну что, будет вот так ванн? Это вата? Нет, надо вот что-то придумывать, закрывать. Может, такие же панели найдём? Нет, ну хотя бы подобие, Рушан. А? Чего? А вот такие же найдём. Пластик? Да. А? Не найдём. Ну хорошо. А если вот такую же штуку вот так прям вниз весь вот так пройтись снизу? А, Рушан? А? Вот этой вот штукой лишней по низу пройтись, забить. Ну попробуем сейчас. Ага. Хотя бы так. А потому что вот это надо будет выбросить. Ты бы сразу всё это всё выбросил, чтобы мы все... Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Да, даже неприятно смотреть. На камеру смотри. А? Кого выбросил? Вот эти две половинки панели. Ага. Кристинка, мне сейчас будут чай наливать. спасибо за чай есть видео для вас монтируем посуду мы только покушали издеваешься не можем помыть посуду а где вот этот мешочек вот сюда я спрятала мышек боюсь до ветра я проверяю как нет она уже не оставляет следы за собой кстати можно пишут как думать залезет это холодильник вот с крестинкой думаем сюда вот на холодильник он все составили переживаем пока мышку не потравил холодильник ничего не уберем что у нас нет таких вот поверхности высоких чтоб можно что-то было спрятать вот в этих вот полках у нас все просто забито ну вот нам еще вот я не знаю как хранить в холодильнике потом нет по-моему когда бешки покупала я ухранила в холодильнике да в холодильнике и мне кажется лучше на пакете да а ты не помнишь мы покупали его он в холодильнике был нет он на прилавке так прижал на прилавке я думаю что он еще плесенью покрывается мне хочется жалко будет очищать я просто не разу не пила чай с умерем это настолько приятный вкус какой-то что согревает как-то приятно после мышек руки на по-моему пузырьких мультик после кашек крис и все можно пить может не мелко сильно порезала нормально когда будет ванна когда будет ванна завтра наверное уже потому что не хочется уже утром вставать и бежать туда в туалет и умываться не хочется в ту ванну бежать тем более она такая страшная и уже хочется нормально уже не хочет даже порядок да нет хочется нормально без обуви помыться я в этих сланцах уже стала мыться я уже забыла ощущение ванны когда встаешь в нее и моешься нормально по-человечески постоянно в обуви моешься и боишься я допустим моюсь да не дай бог меня подкачнет я заденусь рукой ногой об ванну я начинаю обратно мыться надо будет еще купить эту полочку такую какую-то угловую или типа какой-то этот чтобы ставить шампунь ну эти гели для душа и это что еще хотел сказать а и ширму а чтобы ширму еще палку надо вчера когда ходили вот в этом леруа когда вот рушан выбирался вот эти вот всякие там для этого шурупчики все такое мы с Дианкой по каким рядам ходили для декор всякие там вот эти вот штучки там для ванны для кухни кухни смотрели ходили и там это ширмы сами блин вот цены да блин а жалко о чем они поснимали надо поснимать чуть не додумались и такую качество да вот тонкие тонкая 700 рублей ширма такая тонкая прозрачная да и вот внизу светлая а у нас видите вода такая здесь и вот страшно что желтезна пойдет желтезна внизу будет постоянно будет стирать и ту желтезна это потом может уже и не отстирать за такую цену покупать ну ничего а ту ванну сколько мы не чистили чем мы только и не чистили да и белизной да это знаешь в обуви мы все тут же залазим в обуви и поэтому такая зачуханная хочется уже чистую аккуратную ванну будет скоро дай бог дождаться не могу не могу хоть тоже сюда будет прохладно выходить через веранду через коридорчик но не настолько тут и когда дождь под дождем еще бежишь туда и обратно сначала в туалет бегаешь нет я сначала ванну там стульчик положу а надо будет еще эти купить крючки знаешь где-то повесить и тоже какой-то стульчик надо чтобы где-то вот допустим когда переодеваешься чтобы куда-то можно было вещь положить вот в новой ванной но мы это все сделаем крючки сделаем да обязательно я сейчас перед тем как допустим вещи сначала положу ванну бегом в туалет в туалет обратно ванну вот эти вот туда сюда по двору тяжко ну летом еще это нормально да вот было как-то плево холодно тяжеловато здесь вот я пол парика оставила кто видит нет на камеру постоянно цепляют видите все в моих волосах но спасают вот эти вот штуки вот я смотрю у многих в доме они висят это конечно это некрасиво но пока мухи они вот здесь края пусть висят сейчас уже они скоро с пятку уйдут заколебали уже выходного время прошу вообще не было недавно совсем сейчас попросыпаемся опять с щели по глазу и 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